Сегодня мы вам расскажем о рекордсменах российской футбольной премьер-лиги. Вратари, которые вошли в клуб Льва Яшина. Сейчас не каждый голкипер может отыграть хотя бы 100 матчей в РФПЛ, а тех, кто более 100 раз оставляли свои ворота сухими, вообще единицы. И вот поговорим об этих уникальных игроках. Шестое место. Роман Березовский. 313 матчей, из которых 103 он провел на ноль. Роман защищал ворота сборной Армении и является единственным легионером в списке. Из чемпионата Армении в 93-м году он перешел в Космос Кировец. Следующие два сезона Березовский проводит в «Зените-2», а в 95-м году был отдан в аренду в «Сатурн-1991». Из аренды Роман возвращается. В «Зенит» с 96-го по 2000-е годы проводит за «Зенит» 114 матчей, из которых 45 он провел на ноль. В 96-м году он попал в крупный скандал. Две грубые ошибки Березовского в игре со «Спартаком» позволили догнать в первенстве Владикавказскую «Аланью» и впоследствии завоевать «Спартаку» очередные золотые медали чемпионата России. Уже после этого, спустя год, бывший одноклубник по «Зениту» Сергей Дмитриев заявил в интервью, что тот матч «Зенита» со «Спартаком» был договорным. И вскоре масло в огонь подбил еще и Павел Садырин, в то время уже тренировавший столичный ЦСКА. Ссылаясь на своих бывших игроков «Зенита», он прямо заявил, что по распоряжению Виталия Мутко игру сдал Березовский. Но вскоре от своих слов отказался, и из Березовского все обвинения были сняты. В 2001 год Роман начинает в московском «Торпедо», заключив однолетний контракт. И по итогу кладет в копилку 19 матчей и 5 нулей. Следующие четыре сезона проводит в московском «Динамо», 88 игр, из них 29 сухих. А уже 2006 год встречает в «Химках», в ходе которого команда выходит в премьер-лигу. В подмосковных «Химках» на высшем уровне проводит 73 матча, отстояв сухую 18. У кого крепче стержень, крепче психология, тот и выходит победителем. В 2012 году возвращается в московское «Динамо» и за четыре сезона Роман отыграет 19 матчей, из которых 6 на 0. Пятое место – Александр Филимонов. 312 матчей, из них 118-ю наставил свои ворота нетронутыми. Начало карьеры Александра проходило во второй лиге СССР в таких клубах, как «Заря», «Сталь» и «Дружба». Первый чемпионат России высшей лиги защищает ворота «Воронежского факела», проведя 30 матчей, 13 из них на ноль. Но команда все равно вылетает из высшей лиги. В 94-м он переходит в команду грозу авторитетов «Камышинский текстильщик» из Волгоградской области. За два сезона в «Текстильщике» Филимонов провел 53 игры, отстояв 19 на ноль. А в 96-м, уже после отъезда Станислава Черчесова, «Спартак» подписывает 23-летнего Александра Филимонова. За 6 лет в «Спартаке» Александр становится шестикратным чемпионом России и проводит 147 матчей, из них 65 сухих. Из «Спартака» транзитом через «Динамо» Киев, проведя всего 4 матча в чемпионате Украины, пополняет ряды элистинского «Уралана». За два сезона он отыграл 39 матчей, из которых 11 сухих, но в 2003 году поставил под сомнение работу звездочета «Уралана», который перед матчами элистинцев определял, кто, по мнению звезд, должен попасть в стартовый состав. Открытое недоверие к звездочету лишило его места в основном составе, и переход в другой клуб не заставил нас долго ждать. И уже 2004-й Александр проводит в ФК «Москва», за которой провел 26 матчей, 6 из них на 0, а 2005-й и 2006-й он наблюдал за игрой команды со скамейки запасных. Потом последовали кипрская «Ниа Соломина», «Кубани», «Локомотив Ташкент», но, что самое интересное, Александр через 10 лет вернулся в Премьер-лигу. По итогу сезона 13-14 «Тульский Арсенал» добыл путевку в Премьер-лигу вместе с вратарем и играющим тренером Александром Филимоновым. В сезоне 14-15 он провел 17 матчей, 4 из них на 0. Александр до сих пор играет в любителях, и я не удивлюсь, если он снова окажется в Премьер-лиге. Четвертое место. Вячеслав Малафеев. 328 игр, из них 121 сухарь в чемпионатах России. Вячеслав в 1985 году начал заниматься в Ленинградской футбольной школе «Смена». Всю свою карьеру он защищал только сине-бело-голубые цвета и в 1997 году переходит во вторую команду «Зенита». А уже с 1999 он в основе «Зенита», с которой становился четырехкратным чемпионом России. Дебют Вячеслава за «Зенит» состоялся в матче с Владикавказской Аланией после удаления одного из героев нашей подборки, а точнее Романа Березовского за оскорбление судьи. За 16 сезонов, проведенных в «Зените», Малафеев трижды был призван в «Воротарем года» имени Льва Яшина. Он завоевал с командой «Кубок Уэфа» и «Суперкубок Уэфа». Последний матч за «Зенит» в чемпионате России он провел 30 мая 2015 года, но даже после завершения карьеры остался работать в структуре клуба. Третье место. Сергей Рыжиков. Он является еще действующим футболистом и на сегодня имеет 324 матча, из них 126 сухих. Начинал он полузащитником в Белгородской детской юношкой спортивной школе, и у него даже неплохо получалось, но позднее встал в рамку, из которой потом было его уже не убрать. С 2002 года он начинает играть за дубль «Раменского Сатурна», а в 2004 проводит за основу три матча. Переходит в московский «Локомотив» в 2006, но для получения практики отдан в аренду в Махачкалинский Анжи, в котором признавался лучшим игроком. После возвращения из аренды проводит за «Локомотив» всего две игры и с одним нулем отправляется снова в аренду. Теперь уже томский клуб, в котором он проводит пять матчей, из них два на ноль. 2008 год Сергей начинает в Рубине, в котором, наконец, сразу становится основным вратарем. Он останется здесь на 10 сезонов, дважды став чемпионом России, отыграв 281 игру и положив в свою копилку 115 на ноль, вписав тем самым свое имя в историю казанского клуба. Летом 2018 он подписал контракт на два года с «Крыльями Советов» и на данный момент провел за «Самарцев» 33 игры, положив себе в актив 8 нулей. И хочется верить, что Сергей еще год-другой порадует нас своей игрой. Второе место. Сергей Овчинников. 290 игр, из них 129 нулей. Сергей начинал в детской школе московского «Динамо». В 20 лет он перебрался в Сухумское «Динамо», где его приметил Юрий Семин. В 91-м перешел за «Локомотив Москва», выступающий в высшей лиге СССР. С 92-го по 97-м он провел за «Локомотив» в российском первенстве 162 игры, из них 65 оставив свои ворота нетронутыми. Еще со школы в «Московском «Динамо» за Сергеем закрепилось прозвище «Босс», которое прошло с ним всю карьеру. В штрафной площади действовали по правилам Овчинникова не только игроки, но порой даже и судьи. В 97-м начинается португальское турне Сергея, за это время он поиграл в «Бенфике», «Алверке» и «Порту». Возвращение в 2002-м стало триумфальным. Это первое чемпионство «Локомотива» и рекорд сухих матчей за сезон. Целых 20 матчей Сергей в том сезоне провел на ноль. И это рекорд, который до сих пор не побит. Об этом возвращении Овчинникова Юрий Семин говорил, что уходил хороший воротарь, а пришел очень хороший. И в итоге с 2002 по 2005 год Сергей проводит 115 матчей, имея 62 нуля. И дважды он становится чемпионом России. 2006 год он начинает в «Московском «Динамо», в которое пригласил его, как вы думаете, кто? Да, снова он, ушедший из «Локомотива» Юрий Семин. За «Динамо» Сергей отыграл 13 матчей, два из которых на ноль. За свою долгую карьеру он признавался пять раз лучшим воротарем по оценкам «Спортэкспресс» и два раза получал приз «Воротарь года» журнала «Огонек». И лидер нашего рейтинга – первое место – Игорь Акинфиев. Как говорят, чьей ноги дотронулся бог. 437 матчей, 205 из них на ноль. Азы футбола Игорь начал получать в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА. Далее он выступал за дубль армейцев, а в 2003-м в 17 лет дебютирует за основу ЦСКА в премьер-лиге против «Крыльев Советов». Первый же матч Игорь не только отыграл на ноль, но и на последних минутах отбил пенальти, который пробивал Андрей Коряка. И с тех пор он следит, не покладая рук за воротами центрального клуба армии, но с небольшими перерывами, связанными в основном с травмами. 11 марта 2017 года он провел 161-й сухой матч в чемпионате страны против Томи и сумел превзойти рекорд Льва Яшина, простоявший почти 50 лет. За 17 неполносезонов Игорь набрал немыслимые 205 матчей на ноль, стал шестикратным чемпионом России, взял Кубок Уэфа, 10 раз получал приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, 5 раз становился лучшим вратарем по версии РФС, он лучший вратарь мира по версии посетителей сайта goal.com в сезоне 12-13. Он стал рекордсменом не только по количеству матчей за сборную России – 110 игр, но и по количеству сухих матчей – 47, но в бочке мёда должна быть и ложка дёгтя. Хотя к чемпионату России она не имеет никакого отношения, но Игорю Акинфееву принадлежит ещё и антирекорд в Лиге Чемпионов. В течение чуть более 11 лет он пропускал голы в 43 матчах подряд основного турнира. Но это не что после игры за сборную, Игорь и его левая нога навсегда останется у нас в памяти. Пожелаем ему новых рекордов и чтобы травмы обходили его стороной. На этом всё, спасибо за внимание, удачи!